Добрый день! И мы на этой неделе читаем недельную главу ЦАФ «Повели». Мы продолжаем делать нашу основную работу по изучению Торы и молитвам три раза в день, для того, чтобы остановить в Украине убийство людей, детей, взрослых, уничтожение украинских городов расистскими ублюдками. А за нас эту работу никто не сделает. Наша глава начинается тем, что Аарона и его сыновья получают дополнительное указание о храмовой службе. Как сказано и говорил Бог Маше так, заповедуй, то есть ЦАФ Аарону и его сыновьям, и вот законы всесожжения и так далее. Описаны специальные жертвоприношения, карбонот, которые должны совершаться ежедневно со дня своего помазания Аароном и его сыновьями, а также будущие коины. В конце раздела подробно описана церемония помазания, приведения в должность Аарона и его сыновей и освящение мешка на его утро. И да, кстати, я кроме того, что там, собирая вещи, не взял микрофон, штатив, да, и вот еще не взял триммер, и пока здесь не купил, зарастаю и вот так выгляжу. Ну и я по-прежнему нахожусь в поселении, поселение Микваральдат, и за мной поселение Нагдим. Так вот, также мы читаем о запрете Торы употреблять в пище кровь и определенные виды животных жиров. Хелев. И, как сказано, говорится нам Израиля так, никакого жира, Хелев, не ешь. Жир падали и жир растерзывания зверя может быть употреблен на различные нужды, а есть не ешьте его, поскольку душа каждого, кто будет есть жир скота, Хелев, который может быть принесен в огнепалимую жертву Господа, будет истогнута из его народов. И никакую кровь не употребляйте в пищу во всех ваших поселениях, и из птицы, и из скота. Это две важных части каштрута и важный урок на всех поколениях. В Микошерномясе есть несколько проблем. Первое, это животное зарезано некошерным способом. С этим связано несколько других проблем, но основное, невыполнение прямого указания Бога. Второе, после шхиты раввин проверяет все органы. Если есть больной орган животного, то оно считается некошерным. И третье, после шхиты животного тщательно удаляется кровь. И это делается именно из-за этого запрета здесь, в нашей недельной главы, не употреблять кровь в пищу. И тот, кто ест некошерное мясо, даже кошерного животного, нарушает сразу несколько запретов. И тогда это все равно, что есть свинину. Нет никакой разницы. Кроме того, он попадает под две гастрономические проблемы. Он ест больное животное с разными вытекающими отсюда проблемами, связанные с отравлением больным органом животного мяса. И второе, в крови животного находится душа. То есть, тот, кто ест мясо, из которого не удалили кровь, становится в какой-то мере этим животным. И это большой урок для нас, евреев XXI века. Это еще до разговора о кошерных животных и посуде, который будет на следующей неделе. В третьем предложении нашей главы Тора говорит о вещах, на которые, на первый взгляд, Тора не должна обращать внимания. Сказано, и пусть оденет священник свою рубаху и зеленые штаны на свое тело и снимет залу от всесожжения, которое сжег огонь на жертвенник и положит ее возле жертвенника. Зачем Тора пишет нам о золе? Разве это и так непонятно, что залу ее нужно убрать после того, как что-то сгорело? Зачем нам эти мелочи и подробности? Человеку, далекому от религии, многое в иудаизме кажется странным. Ему непонятно мелочная регламентация жизни еврея, как есть, как вставать с постели, даже как себя вести в туалете. Почему, например, Аллаха предписывает завязать шнурки вначале с левого ботинка, а потом с правого? Неужели Богу есть дело до такого мелочи, как мы завязываем шнурки? Общество, в котором мы выросли, не признавало Бога. Религия, разумеется, христианская, другой мы просто не знали, считалась набором бессмысленных ритуалов, суеверий и уделом темных и невежественных старушек. И отчасти это правда, но именно отсюда и выросли ноги к негативному восприятию ритуальных действий в иудаизме. Хотя у нас в иудаизме, в отличие от христианства, корень всех нам заповедных действий лежит в законах устройства этого мира. И все связано в одну большую, но стройную систему. Это отчетливо видно, когда начинаешь изучать каждый вопрос за вопросом. И это важно. Как можно что-то обсуждать или что-то критиковать, не узнав изнутри? Как можно не верить людям, которые да, узнали изнутри и делятся своими знаниями? Сегодня кажется, что религия в почете. Однако обществом ей отведено строго ограниченное место. Духовенство призвано спасать души, выслушивать исповеди, снимать стрессы. Ну, короче, оказывать нечто вроде скорой психологической помощи. Известный подход, когда экстрасенс не помог избавиться от депрессии, то может попробовать раввина. Но ни в коем случае религии нельзя вмешиваться в другие сферы жизни. Нет, этого допустить нельзя. Ни в политику, ни в личную жизнь граждан. Ни в шагу к изотведенной обществом ниши. Религией можно заниматься в свободное от работы время, на досуге. Например, сходить в церковь в воскресенье, засвидетельствовать свое почтение храму Божьему и традициям предков. А этот подход принципиально не соответствует иудаизму. Иудаизм не признает этих рамок. Иудаизм – это не форма проведения досуга. Ни один из аспектов жизни, затесавшийся где-то между утренней газетой и между походом в баню. А иудаизм – это образ жизни. Это сама жизнь. Именно это делает иудаизм не религией. Именно это отличает иудаизм от окружающих нас религий. И это важно понять. И это, говорю вам я, не раввин, не представитель тех, кого в христианстве называют духовенством. Просто мне Бог дал возможность, время и средство около 10 лет глубокого изучения Торы. И я знаю, что я говорю. И поэтому не корректное понятие «религиозный еврей». Иудаизм – не религия. И мы не подчиняемся ей. Мы выполняем волю Бога и соблюдаем еврейский закон, который построен полностью на выявленной мудрецами Талмуда воле Бога во всех деталях жизни. И поэтому корректнее говорить «соблюдающий еврей». И именно так мы с семьей говорим о себе. И также важно сказать, в какой полноте мы соблюдаем закон. И тут появляется понятие «ортодоксальный еврей». То есть еврей, соблюдающий еврейский закон самым строгим образом во всех деталях. Мы так, например, себя называем. И так написано обо мне на сайте ВАИКРА. Администрация попросила меня, как и любого автора, сказать несколько слов. И я так об этом себе говорю, обо нас говорю. Мы – ортодоксальная семья. Так вот, соблюдающий еврей каждым своим действием, каждым порывом души и мысли стремится к Богу. С одной стороны, наша жизнь подчинена воле Бога, но с другой стороны, это стала наша жизнь, наше стремление. Даже проснувшись утром в постели, соблюдающий еврей должен вспомнить, перед кем он лежит. Так сказано в кодексе еврейских законов Шулхана Рухи. И энергично встать, сильным и собранным, как лев, говорится в Шулхана Рухи. Или, если хотите, как солдат при сигнале на побудку. В полной готовности служить Всевышнему. В этой ежедневной, ежечасной, ежеминутной службе важно, как мы едим, как думаем, что говорим, что делаем, чего не делаем. В каждой частичке этого мира заложен потенциал духовности. И поэтому нам важны мелочи, важны детали. И Тора учит нас этому. В приведенном стихе из этого раздела упоминается Зала на иврите Дешен. И это слово можно понять, как аббреватуру трех других слов. Довар шелоних шав. Вещь, лишенное значения. Когда Тора говорит, и возьмите с жертвенника залу, она велит нам взять все, даже неуклюжие, на первый взгляд, отходы, пепел, прах, поместить их рядом с жертвенником. Собрать воедино все мелкие житейские дела, заботы, поступки, даже самые будничные, случайные обрывки чувств и мыслей. Поставить все на службу Всевышнему. То есть положить возле жертвенника. И шнурки для ботинок, кстати, тоже там пригодятся. Конечно, до мелочей и деталей доходят не в первую очередь. Когда ваш фронт соблюдения, это шаббат, соблюдение шаббата и кашерута, то нужно концентрироваться на вещах, связанных с этими законами. Но придет время, и у каждого, кто идет вверх, поступательно наступает момент, когда именно эта борьба за мелочи, детали в его служении поможет ему продолжать генерировать свет. И тогда именно разговор Торы о Зале, на который, может быть, никто никогда не обратил баранье внимание, будет ему полезным уроком на его пути к совершенствованию. Именно сейчас всем нам нужно усилиться в соблюдении, в молитве, в изучении Торы. Именно все это поможет вернуть ситуацию в Украине и перевести в мир. Привести мир. Каждому, кто еще вчера не соблюдал кашерут, нужно начинать. Каждому, кто не молился, нужно включаться. Сильнее молитвы работают в составе молитв, собранных в сборнике молитв в Сидурах, а не своими словами, хотя, конечно, это тоже важно. Начинайте три раза в день. Кто не изучал Тору, начните это делать системно. Нужно читать недельную главу, изучать комментарии. Нужно изучать еврейский закон, чтобы знать, что соблюдать. Все это есть в интернете. Не обязательно печатные издания, которые многие уехали и не смогли взять с собой, или и не было никогда. Все есть в интернете. Начинайте это все делать и врагу конец. Все это, это наше еврейское оружие. Нашу работу за нас никто не сделает. Хорошего окончания дня. Брахавы от слаха всем нам на всех сложных дорогах, на которых мы находимся. И оставайтесь дальше в поисках смысла.